Продолжение следует... Продолжение следует... Я так понимаю, что здесь заинтересована аудитория. Здравствуйте всем! Каминский Николай Михайлович. Многие меня знают. Я главный судья этих соревнований. Я судья всероссийской категории и международной категории. И следующий час мы проведем вместе с вами, обсуждая некоторую тему, которая нам кажется злободневной для многих тренеров. И постараемся сделать ее понятной и приемлемой для понимания. Для того, чтобы вас не перегружать текстами из правил, некоторые выдержки из текстов я вам покажу. В основном я это выразил все в некоторых схемах, которые мы с вами посмотрим. Я про них немножечко расскажу. Расскажу, как это происходит в соревнованиях и какие есть права. Ну и коснусь, конечно, обязанностей тренеров, которые работают на соревнованиях вместе со своими спортсменами. Мы потихонечку сейчас перейдем к основной части. Просто хочу сказать, что очень мало на самом деле судей общаются с тренерами. Обычно происходят судейские семинары, где судьи обсуждают игровые моменты, напоминаются правила. Речь идет об изменениях правил, они регулярно изменяются. Мы сегодня с вами затронем некоторые моменты правил, которые, мне кажется, важны для тренера. И основную часть все-таки посвятим именно взаимодействию с судейским корпусом. Это очень важно на соревнованиях, потому что многие вещи происходят несколько неверно, некорректно. И это, скажем так, понижает некоторый статус соревнований. Для того, чтобы нам с вами понимать, как взаимодействовать с судейской коллегией, надо понимать, кто какие решения принимает на соревнованиях из судей. Судейская коллегия состоит из главной судейской коллегии и ведущих судей, которые работают непосредственно на площадке у столов. Я назвал только две этих категории, здесь еще диспетчер и секретариат. Назвал только две этих категории, потому что именно эти две категории являются официальными лицами, которые принимают решения на соревнованиях. И именно эти решения влияют на исход встреч и на окончательные решения по спорным моментам. Итак, давайте мы с вами посмотрим на эту картинку. Официальные лица, главные судья или его заместители, это именно те люди, которые принимают решения по эксплуатации правил. И официальные лица, это ведущий судья и судья-ассистент. Они имеют практически равные полномочия при принятии решений по факту игры. И эти лица, они работают на соревнованиях параллельно. Несмотря на то, что ведущий судья назначается на матч главным судьей, все решения по факту игры принимает именно ведущий судья. Здесь небольшая выдержка. Так, еще не затыкнем. 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 Спасибо. И это решение не может изменить никто. Главный судья или его заместитель, который назначен для работы в зале, неполномочен принимать решение по факту игры. То есть если вы на соревнованиях сталкиваетесь с ситуацией, когда ведущий судья принимает решение по факту, было касание, не было касания, была сетка, не было сетки, порядок подач сторон и так далее, за всем этим следит ведущий судья и только он принимает решение по факту игры. То есть все, что происходит на площадке, находится в полной его юрисдикции, за исключением одного момента. Если ведущий судья неверно толкует правила в каком-то вопросе, вот здесь есть возможность обратиться к главному судью. Главный судья, он именно этим и занимается. Он интерпретирует правила непосредственно на данных соревнованиях. Сейчас мы с вами коснемся прав и обязанностей представителя тренера, капитана команды. Пробежимся по ним. Я поясню, как это примерно происходит на соревнованиях и как это должно быть по правилам. Значит, ну опять же, права достаточно широки. Я выделил то, что интересно для нашего с вами общения. Значит, право представителя тренера и капитана команды имеют право подавать протест в командных соревнованиях. Обратите внимание, что протест в личных соревнованиях может подать только игрок, участник личного соревнования. Ни его тренер, ни его советчик подать протест не могут. То есть заявить протест может в личных соревнованиях только игрок. Подать протест в командное соревнование к главному суде на решение ведущего судьи или судьи-ассистента по вопросу толкования им правил. То есть, если, на ваш взгляд, ведущий судья неверно трактует правила при принятии им решения, например, правила подачи, то вы можете обратиться, как капитан команды, к главному суде или лицу его замещающему. Как это происходит? Вы должны попросить ведущего судью пригласить главного судья. То есть, коллег, надо бы не устраивать на площадке разговоры, споры. Если вы не согласны с решением и вы считаете, что вы по правилам должны быть приняты другое решение, вы можете попросить ведущего судьи пригласить главного судью. То есть, собственно, бегать по залу и искать главного судью – это не ваша забота, это забота ведущего судьи. Это будет корректно и это правильно. Есть вопросы, которые несколько выскакивают за рамки непосредственного проведения соревнований. Это вопросы, касающиеся организации соревнований. То есть, есть ли какие-то моменты, связанные с, допустим, исполнением положения, которое было утверждено, главный судья обязан его исполнять, он принимает решение в соответствии с этим положением, но, допустим, тренер считает, что это противоречит правилам соревнований. Протест может быть подан в оргкомитет соревнований на решение главного судья, по вопросу проведения соревнований не предусмотрено действующими правилами. То есть, все, что выходит за рамки правил, знаю, вопросы допустимости оборудования, вопросы допустимости, там, ничей, вопросы контроля инвентаря, которые, ну, как-то не организованы должным образом и так далее. То есть, все, что касается непосредственно проведения соревнований, на этом точка. То есть, главный судья, приняв решение по интерпретации правил на данных соревнованиях, это окончательная инвентаря, дальше которой двигаться на этих соревнованиях некогда. Это решение должно быть исполнено всеми лицами и, собственно, на этом точке. Вот здесь чуть-чуть коснемся обязанностей. Самая правильная позиция тренера – это соблюдать новую спортивную этику. То есть, не есть хорошо, особенно если это транслируется по телевидению. Сейчас очень многие матчи транслируются по телевидению, в том числе матчи этого соревнования будут транслироваться по телевидению. Очень нехорошо, когда на площадке происходят споры. Причем споры не совсем корректны. Поэтому рекомендуется от этого воздерживаться и все вопросы решать именно посредством обращения к ведущему суде с просьбой пригласить главного судью для решения вопроса по правилам. И, как это ни странно, знать правила – это обязанность представителя тренера знать правила и положение соревнований, и порядок их проведения. У нас практики, скажем так, по правилам, я уже обращал на это внимание, для тренеров, по-моему, нет. Но вот на моей практике я работаю с тренерами, которые интересуются правилами, приходят на мои семинары. Раз в год я провожу региональный семинар, и вчера состоялся еще один такой семинар. Это очень хорошо. Моя рекомендация тренерам в данном вопросе – все-таки побывать хотя бы на одном семинаре, хотя бы для начальной категории, для того, чтобы некоторые моменты правил стали понятны. И стало понятно, почему судья принимает именно такое решение, а не другое решение. Для того, чтобы судья мог принять решение, с ним работают. То есть он получает теоретические знания на семинарах, он получает практику работы на соревнованиях. И мы стремимся к некоторому единообразию принятия судебных решений на площадках. И если бы все судьи вообще бы все делали одинаково, это было бы просто здорово. Но фактически это очень сложно сделать. И все равно судья, проводя соревнования на площадке, он исходит из своего субъективного видения, убедил, услышал, не убедил, не услышал. Здесь от этого никуда не деться. И принимает соответствующие решения. Поэтому вы должны понимать полномочия ведущего судьи, полномочия главного судьи. И если, допустим, для примера, ведущий судья сказал, что было касание сетки, а вы говорите, что не было касания сетки, то главного судьи приглашать совершенно бессмысленно, потому что он вам ничем не поможет. Любой главный судья знает, что он решений по факту игры не принимает, неполномочий принимает. И также тренеру-советчику запрещено вмешиваться в распоряжение судей других официальных предсоревнований. Отнеситесь к этому внимательно, с пониманием. На самом деле главная судейская коллегия старается обязательно высушить представителя команды, обязательно представить себе, насколько это, ну, скажем, влияет на ход соревнования, насколько это влияет на честность игры. И главный судья старается все равно принять решения, которые помогут избежать прямого конфликта, протеста и так далее. То есть разговаривать с главным судей, конечно, это хорошо, это правильно, но по соответствующим вопросам. Итак, давайте немножечко подытожим вам этот момент. Апелляции и протесты. Никакие протесты не могут быть поданы главному суде против решения официального лица встречи. По конкретному факту игры. Запрет на это, это прямой запрет на это, введем правилами. И, собственно, здесь больше добавить нечего. То есть ведущий судья принял решение, это было и со мной, это было и с многими другими судьями. Когда я работал, в том числе на международных соревнованиях, то есть тренер приглашал главного судью, просил раздобраться в ситуации, но это было решение по факту. Главный судья подходит, говорит, извините, это было решение по факту, я ничего сделать не смогу. И к оргкомитету против решения главного судья по вопросам интерпретации правил. То есть последняя инстанция на соревнованиях, это главный судья. Если главный судья по правилам высказал свое мнение, оно окончательно и подлежит исполнению всеми участниками соревнований без вопросов. И если существует вопрос об интерпретации правил, возникших следствие решения главного судья или вопрос о проведении соревнований из-за решения оргкомитета, он может быть поставлен игроком или капитаном команды по окончании соревнований, полномоченным подавать протест через свою региональную федерацию, обратите внимание, для рассмотрения комитетом по правилам. Очень чисты ситуации, когда решение по правилам не очевидно. Правила не могут описать любую конкретную игровую ситуацию, по которой надо принимать решение. В данной ситуации существует комитет по правилам нашей федерации, который рассмотрит принятое решение при подаче протеста и по этому решению примет некий документ, который будет рекомендовать судям в дальнейшем в таких ситуациях принимать определенные решения. Этим вы тоже можете воспользоваться, если вам это нужно. Это нормальное решение вопроса. В личных соревнованиях протест может быть подан только игроком, принимающим участие во встрече, в которой возник вопрос. В командных соревнованиях протест может быть подан только представителям или тренером или капитаном команды, принимающим участие во встрече, в которой возник вопрос. Обратите внимание, если тренер в течении командного матча не находился вместе с командой, а был отвлечен другими делами, он не может подать протест. На это обратите внимание. То есть он должен присутствовать на матче, он должен быть участником матча. Если он не участник матча, он не может подать протест. Для пункта 3.3.5 у меня есть небольшая ремарка, мы ее сейчас чуть-чуть похоже рассмотрим. Итак, это новая информация. В этом году состоялась выездная школа рефери Российской Федерации, на которой обсуждались ряд вопросов, связанные именно с нестандартными ситуациями, когда возникают вопросы, допустим, несоответствие гражданскому кодексу правил и так далее. Там в этом году было много технических вопросов, но из этих технических вопросов есть два вопроса, которые вас касаются и которые мы обсуждали. В прошлом году была конференция судьи и рефери, на которой мы выносили больные вопросы, касающиеся правил. И вот этот вопрос я выносил на конференцию, он был связан со следующим. У нас на соревнованиях частенько играют дети, а вот из этого частенько, ну практически всегда, наверное. Есть, конечно, чисто взрослые соревнования, где полностью, скажем так, совершеннолетний спортсмен, 18-летний и старший имеет все права, в том числе гражданские. На соревнованиях, где играют дети, дети не совсем, скажем так, готовы подавать протесты, да, в личных соревнованиях. То есть играет ребенок там 12 лет, какой от него может быть протест? И этот вопрос я поднял в прошлом году на конференции судьи и рефери, объяснив ситуацию, сказав, что это несколько противоречит у нас гражданскому кодексу, потому что у детей есть законный представитель, который полномочен выступать за него по всем вопросам права. И этот вопрос был как бы отложен на рассмотрение комиссии. И вот в этом году по итогам нашей школы рефери состоялось вот такое решение. Оно еще не опубликовано, но оно состоялось. Возможно, что оно войдет в новую редакцию правил, когда она будет готова. Но, тем не менее, на сегодняшний день главные суды рекомендованы, что если игрок не достиг 18-летнего возраста, протест может быть подан его тренером в дробь с законным представителем. То есть, если есть родитель, допустим, ребенок пришел с родителем на соревнования, то выступить его представитель может родитель, несмотря на то, что правила ограничивают, скажем так, подачу протеста. Или тренером, который уполномочен заявкой, который приехал к спортсмену, или это личный тренер, или это тренер команды, но спортсмен не совершеннолетний. Он может это сделать. Это несколько новое, потому что ранее протесты отклонялись, потому что они были поданы не тем лицом, который уполномочен подавать протесты. На сегодняшний день, это вот новая информация, которая позволяет это делать, и, пожалуйста, можете ей пользоваться. На сегодняшний день всем судьям, которые проводят соревнования в стране, рекомендовано придерживаться вот такого мнения. То есть, на сегодняшний день это просто решение по какой-то нестандартной ситуации. Я уже принимал протест родителей, отвечал на них, укладывая, как положено, по учетам. Итак, давайте немножечко подытожим первую часть нашего разговора. Итак, как действуем? Сложилась спорная ситуация. Есть решение судей по факту игры. Давайте полевом в столбику пройдемся. Как я уже сказал, любой судья на площадке все равно субъективен, как бы нам не хотелось объективности. Он все равно субъективен в силу многих факторов. Не увидел, не услышал. Он судил один в площадке. Мяч, касание мяча было с противоположной стороны площадки. И он его никак не мог зафиксировать. Но бывают ситуации, или он не заметил касание сетки. Это тоже бывает. Мы не боги. И абсолютно все, что-то теряется в пространстве. Мы не абсолютно все видим. В этой ситуации рекомендовано, рекомендовано, руководством для официальных лиц, знать мнение игроков по факту. То есть один игрок сказал, было касаться. Судья, допустим, определил, что касания не было, он не видел, не зафиксировал факт. Судья принимает решение по факту. Но он факт не зафиксировал, он не может принять решение. Один игрок говорит, было касание. Если второй игрок при этом тоже скажет, что да, было касание, ведущий судья обязательно согласится. Есть такая рекомендация в руководстве для официальных лиц. Это документ, дополняющий правила. В нем разъяснены действия официальных лиц именно на площадке. И им рекомендовано это делать. То есть если оба спортсмена согласны, что да, действительно состоялся факт игры, они оба скажут судье, что да, действительно было касание. Это очень часто происходит. И ведущий судья с ними согласится. Вот здесь вот решение ведущего судья окончательно. Если же один спортсмен скажет, было, а второй скажет, не было, и судья не сфиксирует этот факт, к сожалению, для проигравшей стороны этот факт останется без изменений. И спорить по этому факту на площадке, призывать главного судью смысла нет никакого. Потому что это окончательное решение. Есть варианты, когда существует решение судей против правил. У нас судьи с разной подготовкой. Есть судьи самого высокого уровня, работающие в площадке. У нас 15 судей страны дошли до значка BlueBage в международных соревнованиях. У нас есть в стране один GoldBage. Это судьи самого высокого уровня. И в основном все их решения не доходят до главного судей и нет необходимости приглашать. Но очень много соревнований проходят с судьями более низкой квалификации. И некоторые вопросы могут, скажем так, не быть в голове ведущего судья. И он какое-то решение примет против правил. То есть, допустим, он все время снимает подачу, которая, в принципе, в отношении правил подачи достаточно правильная. Вот здесь вот можно пожаловаться, не пожаловаться, пригласить через ведущего судья, главного судья, чтобы главный судья принял решение по правилам. То есть, если действительно ведущий судья это делает не по правилам, главный судья ему даст разъяснение, и ситуация будет исправлена. Если, допустим, в качестве примера, сейчас я попробую вам показать видео. Если все хорошо у нас сейчас, попробуем, да, у меня все хорошо. Я думаю, что с удовольствием, да, у меня все хорошо. Ну, повторим сейчас это видео. Там надо самое начало видеть. Это пример того, как судья принял решение на площадке. Тренер просит, тренер просит ведущего судью пригласить главного судью. Очень корректно поступает. Подходит главный судья. Значит, ведущий судья ему рассказывает ситуацию. При ней присутствует тренер, ну, как заинтересованное лицо. То есть, все происходит очень корректно. Вот была желтая справка карточка. Сейчас вам повторим. Внимательно смотрите, где стоит ракетка. Ведущий судья выбирает ракетку с сетки. И Гроб Макаров вот так вот на сетку облокотил ракетку. Видели, да, этот момент? Я сейчас расскажу, почему главный судья принял такое решение. То есть, есть способ, если вы видите, что решение принято не совсем по правилам, очень корректно пригласить через ведущего судью главного судью. Главный судья подойдет, выслушает ситуацию от ведущего судья и примет решение, было ли это решение по правилам или было это решение против правил. В данной ситуации игрок не воздействовал на сетку с тем, чтобы ее надавить, изменить ее натяжение, значит, ее настройку. И, в общем-то, в данной ситуации главный судья принял решение об отмене желтой с красной карточкой. И очко, тренер на данном соревновании, значит, получил возможность реализовать свои права. И эти права были реализованы на самом деле. То есть, вот здесь вот данный вопрос именно касается интерпретации правил. И здесь, собственно, все получилось. Итак, если у вас отложилось это в памяти, можем сейчас после этой части сделать еще небольшой перерывчик и собраться снова. Я, Нед Мальчика, хочу вам добавить по некоторым правилам и на что обращает внимание судья. Если вы готовы, без перерыва, мы можем прямо сейчас продолжить. Потому что у меня еще есть информация по инвентарю. Продолжаем сразу? Продолжаем сразу. Хорошо. Итак, я бы хотел некоторые вещи вам напомнить на соревнованиях. Именно с точки зрения судьи, как судья на это смотрит и почему он принимает иногда такие решения. Вопросы. Очень много споров на соревнованиях по подачам. Мы не будем с вами проходить текст правил. Если вы захотите, вы этот текст посмотрите непосредственно в правилах. Я хочу сказать, а как судья смотрит на подачу игрока и что он видит на площадке. Первое, на что обращает внимание судья, это на расположение мяча на ладони. С недавнего времени было такое небольшое допущение. Вот эта вот картинка. Видно ее, да? Там ладошка немножко вот так вот. Я помню время, когда требовали вообще прямо открывать ладонь. И многие спортсмены с того времени, которые играли до сих пор, они вот именно вот так подают на отжитой ладони. Да, с некоторым временем сделано такое небольшое допущение с целью того, чтобы мяч не скакывался с ладони, делать небольшую лодочку. Главное, чтобы он не был зажат пальцами. И мяч с пальцев подбрасывать тоже не разрешено. Это первое, на что судья смотрит судья. Второе. Он смотрит на высоту подброса и на траекторию полета. Если вы обратите внимание на эту небольшую схему, из точки А в точку Б подброшен мяч. У нас игроки не роботы, мы это прекрасно понимаем. И абсолютно вертикально никто мяч подбросить не может. Но тем не менее, если вы себе представляете параболу, подброшенный предмет, он едит по параболе. То есть парабола чем длиннее, тем вертикальнее у нее получаются хвосты в краях. То есть мяч, казалось бы, принятый в точке Б, если он подброшен достаточно высоко, это нормальная подача. А вот если он подброшен низко, эта подача будет признана плохой. Потому что есть не вертикальность подброса. Это второе, на что смотрит судья. И он оценивает видимость мяча. Видимость мяча для соперника. Вот здесь вот у судьи есть сложности определенные. Если вы сядете на место тренера, когда на площадке играет ваш игрок, то вот этот момент видимости вам будет более очевиден, чем судьи, которые находятся сбоку от игрока. То есть вот здесь вот судья примет решение только в абсолютно очевидной ситуации, если мяч закрыт. То есть если есть какие-то неочевидные ситуации, которые с ракурса судьи не видны, в парк метка их не мальцом, он подбрасывает мяч, отводит руку, и перед судьей эта подача совершенно открыта. При этом я допускаю, что со стороны стула советчика где-то что-то, какой-то кусок мяча будет закрыт, может подборовка, может слегка плечом там, но ведущий судья этого не сможет. И еще раз хочу обратить внимание вас на то, что ведущий судья обращает внимание на факт игры, который он зафиксировал. Это важно. Есть небольшая информация еще о... Она не совсем со школы рефери, просто нам на школе рефери это довели. Очень часто к ведущему главному суде обращается ведущий судья по виду ракетки. Мы понимаем, что не все, скажем так, спортсмены богатые могут наградить соревнования новую накладку, наклеить. Некоторые моменты по инвентарю были разобраны. И вот здесь вот мы с вами видим ракетки, которые допущены к соревнованиям. Допускается выпадание одного-двух шипов на игровой поверхности и нескольких шипов по краю. Допускаются. Эти ракетки допущены. Вот здесь, вот видите, одного шипа нет на игровой поверхности, здесь двух шипов нет на игровой поверхности. Если это на игровой поверхности три шипа рядом, ракетку точно забракуют, потому что вот есть рекомендация один или два шипа на игровой поверхности. Дальше. Ранее мы, скажем так, боролись вот с такими вещами. Сейчас сделано допущение о том, что если разрывы накладок находятся с края ракетки до одного сантиметра, до одного сантиметра, то это допустимая ракетка, которая может быть допущена к проведению встречи. А вот пример ракетки, которая не может быть допущена в силу того, что накладка должна вот однородно посвечить. Причем игрок не стремился ничего тут нарисовать. Вот эта надпись, которую вы видите, она нанесена на основание. А вот эта накладка с шипами, она без губки. И вот этот рисунок он просвечивает. На ракетке и такую ракетку судья не допустит соревнованиям, потому что не допускается однородности, неоднородности накладки по цветам. Но, тем не менее, допущения, которые сделаны в правилах, они есть, не существуют. на школе рефери присутствовали, значит, наши главные тренеры присутствовали, Валерий Салабаев присутствовал, Давид Савченко. Разговор был о следующих вещах. Во-первых, это был разговор о том, что тренерский состав выступает за то, чтобы решения от судей были единообразными. Мы с вами касались этой темы, я сказал, что мы работаем с судейским корпусом, мы проводим семинары, они получают практику на соревнованиях. И мы стараемся подвести судьи к единообразному принятию решений. Тем не менее, для того, чтобы эта единообразность улучшалась, мы все время даем рекомендации, то есть выбираем ситуации, даем рекомендации по принятию решений, проводим на каждом соревновании брифинги в обязательном порядке. И это способствует этому, то есть мы к этому стремимся. Как-то мне Вартанян Николай Николаевич сказал, что мы так не работаем с тренерами, как вы работаете с судами. На самом деле, судьи не работают. И второй момент, который был озвучен, это недостойное поведение спортсмена. Я считаю так, что если тренер ведет себя корректно на соревнованиях, не устраивает споров на площадках, во многом его воспитание будет вести себя так же. Поэтому, для того, чтобы у нас не возникало лишних, скажем так, моментов для притесновения в негативном ключе, все-таки придерживаться корректного поведения, для того, чтобы спортсмен брал с вас пример, и он себя будет точно так же вести, правильно, достойно, без каких-то эксцессов. По недостойному поведению тоже единственное решение, причем оба тренера двумя руками голосовали за то, что недостойное поведение должно наказываться достаточно жестко на любом уровне соревнований. Поэтому вам, как тренером, я все-таки рекомендую присмотреться к тому, как ведете себя вы, и к тому, как ведут себя спортсмены, чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Теперь я хочу показать немножечко, чтобы вы понимали. Так, у меня картинка осталась. Я сейчас вам включу видео, оно идет непрерывно, друг за другом. Это пример применения дисциплинарных взысканий на разных там соревнованиях. Это разные европейские соревнования, которые представлены в едином видео для того, чтобы люди, судьи, это для судей, конечно, информация, понимали, за что вообще может быть показана желтая карточка, например. пошла как-то или? да. Я просто мере сидеть друг Вверх Спортсмен слегка затягивает Начало его пыша Сказал это бы за что Так, здесь понятно что По смену Холена тайм аута Подъем буртик в угол площадки Подъем буртик в угол площадки Поехать В или ищу буртик В илищу буртик Спортсмен Северhol Поехали Браво! Стоп! 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 Браво! 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 Своей ладошкой поставил. Кроме своей ладошки не разбил, но это предоставляет бедя. Впрочем, кажется. Вот одну и в столе себе, да? Да! Задержался, выйдите с таймалкой. Содержалась. Задержалась. 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 Благодарю за просмотр. Хочу обратить внимание, что бросок ракетки разный. Обратите внимание, что на соседней площадке идет встреча. Сейчас она принесет обратно ракетку. За этот бросок спортсмен дисковый ракетеран. Еще раз или видно было, куда ракетку привезли? Немного веселого видео. Секретные материалы, музыка и так далее. Видели, да, тоже дисквалификация? Еще раз обращу внимание, что ведущие тренеры нашей страны за корректное поведение со всех сторон. За то, чтобы дисциплинарные антидействия, скажем так, пресекались судьями на площадке. Естественно, решения по этому поводу на последней состоявшейся школе Лефели были приняты. Сейчас готовится документ рекомендационный для судей для проведения соревнований. Еще раз прошу вас быть корректными и выполнять некую процедурность в вопросах взаимодействия с ГСК и ведущими судьями. И понимать, какие решения кто принимает, когда могут принять решения, когда не могут принять решения. Повестка не исчерпана. Я готов ответить на вопросы, если они есть. Пожалуйста. Если нет, мы с вами на этом почаим. Да. А вот по повреждению ракетки во время иклы можете проверить? Смотрите, правила рассматривают только один случай замены поврежденной ракетки. Один. Если ракетка повреждена случайно. Допустим, игрок замахиваясь по мячу, а в угол стола повредил поверхность. Ведущий судья должен обязательно посмотреть на эту ракетку, возможно ли продолжать встречу. Бывает просто царапина, при которой встречу продолжать можно. А бывает, есть разрыв на игровой поверхности и ракетка подлежит замене. В этом случае ракетку заменить можно. В случае, если ракетку повредил игрок умышленно. В свое время, давно-давно видел такое видео. Я просто хочу уровень принятия решения вам объяснить. Играли Тима Булл и Вернер Шлягер. И это была финальная игра. И Шлягер ввел 3-0. Потом Тима Булл сделал 3-3. И Шлягер в седьмой решающей партии встречи. Взял и свою ракетку вот так от угол стола. Специально. Да. И сказал, ну я не могу играть этой ракеткой. Показал ее ведущему судья. Ведущий судья пригласил главного судью рефери. И рефери принял решение, что данная ракетка не может быть заменена. И Вернер Шлягер проиграл Тиму Буллу в нормальную встречу. То есть это на самом деле так делается. Так должно делаться на всех уровнях. В том числе на самом высоком. Вернер Шлягер ввел 3-0. Я подругу спросил. Игрок не специально побеждает свою ракетку. И готов дальше ей играть. Не хочет ее заменять. Но она после там уйдет на контроль. И он не хочет. И шурит. Вот этот момент хочет не хочет. Этот момент решит ведущий судья. То есть если ведущий судья посмотрит на ракетку. Ведущий судья должен попросить показать ракету. Если ведущий судья видит, что эта ракетка нельзя продолжать встречу. А игрок сопротивляется. Он пригласит главного судья. То есть это вопрос юрисдикции главного судья. То есть окончательное решение по инвентаре и форме одежды принимает главный судья. Он пригласит главного судья. Главный судья посмотрит на ракетку. И если главный судья скажет, что этой ракетке играть невозможно. Этой ракетке игрок играть не может. Еще раз видеть ситуацию. Давайте. Неспециально опять же повреждается ракетка игроком. И судья не обратил внимания. Они встречу доиграли, ракетку забрали. Значит, по этой ракетке решение принято не будет. Почему? Потому что в данной ситуации есть упущение ведущего судья. То есть ведущий судья эту ракетку к встрече допустил. Игрок наказан быть не может. То есть встречи не должны? Не должны. Не должны. Если давайте так договоримся. Мы с вами говорим об общих правилах. Бывают ситуации. Ко мне обращаются с вопросами. Вот на соревнованиях что-то было не так сделано. Во-первых, я всегда говорю, что на соревнованиях есть главный судья, который полномочен принимать решения. Я, как сторонний наблюдатель, вот ко мне пришли с вопросом. Я не могу сказать, что там было на самом деле. Потому что до меня могут донести информацию несколько искаженную. И, скажем так, обсуждать принятые решения главным судьей на каких-то других соревнованиях, я не могу в силу кодекса соединения. То есть я могу сказать в общем правилам, как, в принципе, это может происходить. То есть если была какая-то конкретная ситуация, то там надо конкретную ситуацию рассматривать в конкретном случае. Ну что? Да, давайте. Расскажите, пожалуйста, по ускорению игры. В каких случаях это происходит? Каким образом? У нас с правилами допущено два вида проведения встречи. То есть встреча может играться с балансом на больше-меньше игре, либо без баланса. То есть до 11 трешков доиграли и все. Значит, к ним немножечко подход разный по ускорению игры. Именно в последней решающей партии. Мы его сейчас обсудим. Но основное правило такое. Я сейчас коснусь немножечко истории. Значит, на конференции судей рефери, также год назад, я обратил внимание на некоторую неточность в наших правилах. Там стояла в одной фразе точка запятой. Мы это сейчас исправили. В 2003 году вышла новая редакция. Сейчас у нас ускорение игры в правилах звучит очень корректно, очень правильно. Значит, ускорение игры назначается в том случае, если партия не закончилась за 10 минут. Что это за время? Ведущий судья выключит секундомер на обтирание полотенцем, на тайм-аут. И если мяч вылетел за пределы площадки, и двигается время для того, чтобы вернуть этот мяч на площадку. Все остальное время фиксируется как игровое. То есть подготовка спортсмена к подаче, пока 10-15 секунд проходит, это все время фиксируется в общее. Если за 10 минут партия не закончилась, либо в партии не сыграно 18 очков, это счет 10-8, 8-10 или 9-9. Ведущий судья остановит встречу, вплоть до того, что он остановит розыгрыш в этой встрече, и поднимет руку, попросит главного судью назначить счетчика ударов. Дальше положим. Этот момент понятно. Значит, главный судья из резервной бригады назначит счетчика ударов, который будет считать удары, не возвраты, а удары принимающей стороны. Если принимающая сторона выполнит 13 правильных возвратов, то правильности возврата судит ведущий судья. В данном случае розыгрыш считается законченным, вплоть до принимающей стороны. Правило 13 ударов может быть введено, ускорение игры, так скажем, в повторечии называемым правилом 13 ударов. Правило ускорения игры может быть принято обоими игроками по обоюдному согласию. Но, опять же, если счет партии не 18 очков. То есть, если счет уже достиг по сумме 18 очков, им будет предложено доиграть эту партию, а со следующей, пожалуйста, если только игроки хотят ускорение игры, они могут принять это решение, и ускорение игры будет исполнено. Если ускорение игры принято единожды, оно сохраняется до окончания встречи. До окончания встречи. Вот эти десять минут, если решающая партия играется до семи очков, они, соответственно, сокращаются до семи минут. То есть, если вот эта партия за семь минут не сыгралась, тоже может быть введено правило ускорения игры. Но там уже при счете 12 очков оно тоже не выводится. То есть, при счете 6-6 мы... Так, поедите, надо соврать. Забыл сейчас, надо посмотреть. Значит, там тоже определен счет, при котором правило ускорения игры не выводится. Так, посмотрите, посмотрим. Раз уж попросту повозить. Линия десяти очков, да. Линия десяти очков, да. Последний пункт. Допускается, если это прямо указано в положении соревнований, вводить в действие правило активизации игры при проведении соревнований, если решающая партия не заканчивает в течении семи минут, и в партии разыграно меньше десяти очков. То есть, счет... Если 5-5, то никакого ускорения игры не будет. Либо 6-4. Я ответил на вашу вопрос. Можешь? Да, давайте. Ну, вот, опять же, ситуация. Судья снимает несколько подачек. Как... Ну и тренер, спортсмен не согласны с этим. Как грамотно действовать им в этом случае? Что там? Как грамотно научить спортсмена правильно подавать? Да. Это грамотное решение. На самом деле, если со спортсмена снимают очки, виноват тренер. На самом деле. Потому что тренер должен научить спортсмена подавать правильно. Теперь, на самом деле, значит... Если судья действительно фиксирует неверную подачу, главный судья ничего не сделает. Но вот если ведущий судья неверно толкует правила подачи, вот здесь вы можете обратиться к главному суде. То есть, вы просите пригласить ведущего судья главного и объясняете, что ведущий судья поступает не по правилам, по таким-то, таким-то причинам. Вот данная ситуация может быть разрешена только так. Но если судья правильно фиксирует факт, что сделает главный судья? Он посмотрит на эту встречу. И он скажет, что если судья ведущий правильно фиксирует этот факт и правильно применяет правила, он ничего не сделает. А кто должен решать и объяснять? Спортсмена или тренер? Вот смотрите, мы с вами об этом говорили. То есть, если спортсмен несовершеннолетний, за него могут пригласить тренер. Если спортсмен совершеннолетний, то тренер судьи пригласить не может. Спортсмен должен попросить ведущего судьи, пригласить главного судья. И он же объясняет главного судью. Вот я езжу, вот я подбрасываю. Конечно, конечно. То есть, главный судья, чтобы разобраться в ситуации, он должен, то есть, если он ее не видит, допустим, у нас там 24 стола, и я не вижу, что в четвертом зале полосходит, но меня туда пригласили, мне кто-то должен рассказать о ситуации. То есть, я подойду, я выслушаю судью обязательно, я выслушаю обязательно игрока, который попросил пригласить главного судью. И вот здесь я уже должен принять решение, то есть, если ведущий судья прав, я скажу, извините, это решение по факту игры, я ничего сказать не могу. А если вот ведущий судья несколько не прав, допустим, ну там, в части подброса, то есть, он говорит, что там подброс должен выполняться так-то так-то, а он, на самом деле, должен не так выполняться. Вот здесь главный судья может разъяснить некоторые правила. У меня была такая ситуация, значит, игрок, готовясь к подаче, держит вот так мяч. Потом перед самой подачей раскрывает ладошку и подает. И вот ведущий судья, значит, как только он подготовился к подаче, сжал вот этот вот мяч, разыскал и пристудил очко. Ведущий судья действовал неверно, потому что розыгрыш не начался, подача не выполнена мяч, а открытая ладонь она не видела, да? То есть, вот если бы он был подброшен из вот этой борщи, да, с пальца, с зажатыми пальцами, тогда да, вопросов нет. Но если спортсмен готовится к подаче, чтобы мяч не упал, его придерживал, потом раскрыл ладонь и подал верно. И вот здесь вот ведущий судья неверно толкует правила, вот эта камешка была исправна. Ну, я в качестве примера была. На пример. Да. Еще вопрос? Можно еще. Ну, давайте. Я могу даже вам в качестве исключительного места предложить. А если игроку не нравится подача соперника, и ее судья не снимает, то ему кажется, что он должен снимать? Правда? Ну, игрок, конечно, может к ведущему судье, игрока есть право обратиться к ведущему судье за разъяснением. То есть перед началом розыгрыша он может подойти к ведущему судье и попросить разъяснения по правилам подачи соперника. Он может попросить разъяснения. Но, как я уже сказал, мы абсолютно все не видим со своего места рабочего площадки. И здесь может быть, ну, такое небольшое разночтение ситуации. То есть, если ведущий судья скажет, извините, я должен это увидеть сам, что она закрыта от вас, эта подача, а я этого не вижу, он не примет решение по подаче, как бы игрок не обращал его к этому. Но спортсмен имеет право обратиться к ведущему судье. У него в правах это записано. То есть он говорит, типа, я уже чемпионат подачи, и не вижу, он запихает. Да, у меня есть вопрос по правилам подачи. Если ведущий судья разъяснит ему свои решения, он может попросить его разъяснить решение ведущего судья. Он имеет на это право. То есть главный, хотя бы, нет? Нет, нет. Вот факт игры вызывать главного. Да, Сергей. Можно разъяснить? Пишите. У него в первых планах судьбом можно сказать? Нет. Что касается... Вообще, я бы советовал вам посетить семинар судей. Потому что сейчас вот, ну, мы немножко отклонились от темы. Мы просто разговариваем за правилом. А тема нашего разговора по взаимодействию работы между сибирской коллегами и спортсменами. Но раз уж вопрос прозвучал, тайм-аут берется в перерыве между розыгрышами. То есть спортсмен, допустим, ушедший на перерыв, когда перерыв закончился, он говорит тайм-аут, чтобы увеличить этот перерыв до двух минут, ведущий судья должен его пригласить к столу и разыграть хотя бы одно очко. И только после этого спортсмен может попросить тайм-аут и уйти на тайм-аут. То есть вне розыгрыша очков, ну, вне перерыва между розыгрышами очков тайм-аут не может его доставить. При счете на молнии не может. Спасибо вам за присутствие. Надеюсь, встреча была для вас полезной. Я передам слово следующим спикерам. Рад был всех вас видеть. Ходите на свидетельские семинары, включайте правила. Спасибо. 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 Спасибо.